На данный момент в ЗМСАРДЗе служат 9700 человек, но это число постоянно меняется. Собственно, чем сейчас занимаются ЗМСАРДЗе и какие стоят задачи перед ЗМСАРДЗе об этом, мы прямо сейчас поговорим вместе с нами в этой студии командующий ЗМСАРДЗе Каспар Спуденс. Лобрит. Лобрит. Итак, в ЗМСАРДЗе 9700 человек служат на данный момент. Это много или мало? Как вы оцениваете на данный момент боеспособность этой группы человека? Лобрит. 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 И так, да, ЗМСАРЗа составная часть вооруженных сил, и на данный момент сколько есть именно с таким количеством человек, и нужно, соответственно, выстраивать обучение, обороне. Вместе с тем интерес к ЗМСАРЗе и службе в ЗМСАРЗе отличается. По регионам, ну вот по мнению нашего собеседника, в Латвии есть еще граждане, которые могли бы пополнить ряды. Вот расскажите подробнее, пожалуйста, об этом интересе. Как он меняется за последние годы, особенно с началом полумасштабного вторжения в Украину? Да, 22. гада, павасарес, февральс, протams, би красса измайни пар интереса. Дaudзи иедзīvotāи, дажādi argumentи дейди, bet, поматā, протams, Кривийс агресийс пред Украину, paradītībā, vai to redzot, нолями, иестатējo земессардзи, un tie skaitļи tiešām bija 3, 4, kārt pat lielāki nekā tas bija līdzši šim iepriekšējos gados. Tas bija liels izaicinājums vai, nu, uzdevums mums, ar kuru mēs spējām tik galā, varbūt, protams, neuzreiz visas, Парпланирует мусу приоритетов, тихо узнемет 2,5 тысячи, 22 годы, которые тихо узнемет, как ядрые земесарги. Погащая годы шистоферс критовая так линия интереса не было, но интереса истатия была августой. Венлайцах ган ёем веерах, что мусу копейская страсти ган настабилизировалась, потому что месу памятаган измантим то, что у меня motivаций, земесаргем, астаргам, гранд, то, что было калку наиболее неоплекли, а неоплекли, а неоплекли, а неоплекли, а застави, а неоплекли зато, что они активно работают земесарги, а изгибли, а зевелые земесарги. А речь шбрид интересы, наверное, не каа лиджи шим. Девы месяцев мы с вами садимся к 400 униям пятикутинам, и у нас уже с вами есть гадриджи 500 унии земесаргами, которые не дадут, но не дадутся, но не каааа, первые 22. февраля. Итак, с момента полномасштабного вторжения в Украину интерес вырос в 3-4 раза, что значительно превышало интерес предыдущие годы. В 2022 году было принято примерно 2500 человек. Правда, предыдущий год интерес снизился, но все равно превышает интерес до военного времени. На данный момент, насколько я понимаю, существует план призвать еще 200 человек. Как вы оцениваете эти объемы? Вы упомянули о том, что с полномасштабным вторжением увеличился интерес и было сложно принять всех желающих. Как на данный момент вы справляетесь с заявками? Где искать 200 возможных служащих земессардцев? Да. 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 Замесаргов поддерживали пограничные службы для обеспечения безопасности и контроля за границей. Инфраструктура. Как вы оцениваете на данный момент? Инфраструктура существующая, что необходимо улучшить, в каком состоянии она сейчас пребывает? Продолжение следует... 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 которые были в последние годы. У нас есть много, которые были нолитованы, но они были нолитованы и отбилдены, но это не визуально. Итак, здание творительное состояние, вместе с тем непривлекательное. Когда эти здания были построены? Это еще в здании советских? Да, это очень-очень, очень-очень. Это инфраструктура, который мы будем использовать. В данном направлении, это очень-очень, что это все-очень, потому что, в Семесарде 1990-го года, в виду, что вы не могли бы это сделать. Причём, что-то, что-то дарить, и вас, все-очень, что-то, что-то, Ремонтировано, но только ремонтировано только ремонтом, это неприятное необходимость. Итак, очень разное состояние находятся здания, потому что некоторые из них представляют собой здания еще советских времен и те возможности, которые есть у отдельных самоуправлений, поэтому здания очень разные по своему устройству. В целом, как война в Украине изменила земесарди в Латвии? Как вы видите необходимые, какие вызовы сейчас стоят перед земесардием? Ну, пирмкакт, то, ко мне я измени, то, что мудрец, смаза четвертая, ну, муку састави, и те же вам, есть ущицы, Земесарга. Tas, ko mēs jau līdz tam arī plānojām un izmantojām, bet mēs tagad paplašanam viņu pielietošanas funkcionalitāti gan vienībās, ka tas nav tikai atsevišķās vienībās, bet skatāmies to, lai tas būtu arī vairāk kur citur savos plānos, liekam, to iekšā audzēt kapacitāt. Bet kopumā, man liekas, galvenās atziņas ir par to, ka kopēja ļoti plašāka sabiedrības sagatavošana, ne tikai fiziska sagatavošana, bet arī psiholoģiska sagatavošana ir ļoti būtiska. Un ne tikai pēc 22. gada mēs strādājam, bet tagad, es teiktu, ir gan daļai jāsaka, ka ir vieglāk pat strādāt ar visu pārējo sabiedrību, jo sapratni ir daudz augstāk. Bet arī līdz tam mēs strādājam ar pašvaldībām, ar sabiedrību, skaidrojot savu lomu, savus uzdevumus šādos scenārijos un skaidrojot viņu, pašvaldību, organizāciju iedzīvotāju lomu šādos notikumos. No i prie joķin IIau tērzęs vēl, vēlībā mēs grļācímu ietnītējau, ūklībā vēlēsékā esū. Un jātājās, ūklībā mēs stādām teiktu, išklībās trādāju, uzdevumus šādos noirmu šādu. Планы были разработаны еще и до полномасштабного вторжения. Сейчас один из тактических вопросов, который обсуждается, это развитие использования дронов для службы и задачи Зема Сардзе. Главное, что изменилось, это понимание в обществе, что Зема Сардзе может обеспечить оборону, в частности, в критический момент. Благодарю вас за то, что вы приняли участие в сегодняшнем интервью. Напомню, что вместе с нами был командующий Зема Сардзе, Каспар Спудинс. Последний вопрос. Куда прощаться, если наши слушатели вдруг захотят послужить Зема Сардзе? Как подать заявку, насколько это сложно сделать? Главное, это круто. Издараемся. Главное, что сейчас все информации можно найти в интернете. Клюстикаравирс.лв. Главное, что вы интересовались, если вы интересовались и хотели тоже участвовать в службе Зема Сардзе, Каспар Спудинс был вместе с нами командующий Зема Сардзе. Думская площадь. С добрым утром!